Ну что же, друзья, добрый день. Мы рады вас приветствовать сегодня в первый майский замечательный день. Солнечный. Да, солнечный. Да, мы сегодня собрались в библиотеке Охта-Лип, ТРК Охта-Мол. Совместно с магазином комиксов и подарков Охта-Комикс мы здесь организовали выставку, посвященную Питеру. Сегодня здесь представлена наиболее полная коллекция работ по нашему проекту iHeart-SPB. И сегодня мы проводим лекцию, посвященную коллекционированию киноарта и тиражной графики. Ну, с чего мы начнем? Начнем с того, кто мы. Расскажи, Илья, чем мы занимаемся? Перед вами Ярослав Борисович. Я думаю, он в особых презентациях не нуждается. С Ильей Валерьевичем, значит, как и с библиотекой Охта-Лип, которая на самом деле теперь именуется семейной библиотекой. Так что, если у вас есть семья, вы сюда приходите, в общем, нам теперь семейная библиотека. Так у Ильи Валерьевича, в общем, видите, стэдсон и ковбойская шляпа сменилась на бейсболку с горой волны. Мы являемся основателями АК-галереи. АК изначально расшифровывалась как альтернативный киноплакат. Сейчас же оно расшифровывается тоже как альтернативный киноплакат. Киноплакат мы особо не меняемся, но меняются и расширяются наши взгляды. Мы занимаемся теперь не только альтернативным киноплакатом, но и оригинальным киноплакатом. И у нас множество проектов, фестивалей и мероприятий, которые можно даже сказать серийных мероприятий. Одно из этих мероприятий посвящено кинофлайерам. И надеюсь, что вы за этим последите, потому что коллекционирование кинофлайеров, о которых мы сегодня говорить не будем, мы будем говорить в точке кипения, очень интересная тема. И можно даже сказать, что не только киноплакату, но со временем он нас приобрел, так что мы начали рассказывать о плакате как таковом. Затем у нас появился проект музей детства, музей популярной культуры и ностальгии и детства. Огромное количество артефактов, интересных коллекций. И наше, пожалуй, самое такое грандиозное событие было прямо до пандемии в экспо-форуме 10 дней на арт-салоне понаехали. Мы устроили зону коллекционирования артефактов популярной культуры. У нас было 600 квадратных метров. Мы пригласили художников, творческих личностей, скульпторов, библиотекарей со всей России, можно сказать. Они делали выставки, делали мастер-классы, показывали свои фильмы, режиссеры. Зона лектория у нас была мощнейшая. От, скажем, итальянских комиксов, эротических комиксов, которые читала дочь православного священника, до мастер-класса по изготовлению шляп. Его у нас вела самая главная шляпница России Марина Седова, у которой музей шляп здесь, в Санкт-Петербурге. Если вы не знаете, то знайте и посетите. У нас были звезды наши друзья из Ижевска. Был художник Алексей Рикошет из Удмуртии. Был Союзмультфильм. И представлял Союзмультфильм у нас про копию Лешок, который буквально сегодня Эсквайр о нем написал. Наверняка вы видели в интернете. Эти мемы, как Симпсоны, изображены в качестве героев советских различных художников-мультипликаторов. В общем, вот про копию Лешок, он приехал из Москвы, а так он самый с Иктывкара, в общем, приехал к нам и тоже читал. Известный фотограф, расскажи. Да, Завр Тидеев из Владикавказа, сейчас в Москве живет. И он фотограф, по-моему, Эсквайр, GQ, с кем он только не сотрудничал, на самом деле, ВОК. Он фотографирует звезд, можно сказать, мировой величины. Тарантино, Том Харди, Джессика Честой. Но это было до пандемии. Сейчас он, по большей части, работает с музыкантами, с режиссерами, то есть делает им фотографии. Вот недавно он там делал фото для Miyagi и Эншпиль. И, кстати, обложки им тоже, кстати, рисуют для их треков, альбомов. А конкретно мы сегодня хотели бы вам показать те вещи, которые мы обычно на наших мероприятиях не показываем. А конкретно оригиналы, оригинальные арты на плакаты и тиражную графику. То есть мы показываем на наших мероприятиях достаточно маленький, не знаю, там, 1% от того, что у нас есть. И сегодня мы как раз хотели бы с вами поделиться сокровищами, так сказать, визуально как минимум. Давайте, с чего мы начнем? С киноарта. В общем, сегодняшняя лекция, ну, лекция, мастер-класс, встреча посвящена двум понятиям. Киноарт и тиражная графика. Вот мы и начнем, собственно, с киноарта. АК-галерея, собственно, как Илья сказал, расшифровывается как альтернативный киноплакат. И, собственно, наша галерея, она и является галереей киноплаката. Как альтернативно, так оригинально. Любой киноплакат начинается с арта. Если вы знаете, есть такое понятие key art, то есть как бы ключевой арт, на основе которого делается вся промо-компания. Ну, допустим, «Звездные войны», «Майор Гром». То есть берется один арт, и он тиражируется в разных форматах. У нас в коллекции хранится огромное количество оригинальных артов, которые мы обычно заказываем, непосредственно общаясь с художниками. То есть мы часто участвовали и участвуем сейчас по мере возвращения мероприятий в различных фестивалях, гик в основном направленности, поп-культурной направленности. И в этих фестивалях обычно присутствует так называемая аллея авторов. Это великолепная возможность пообщаться напрямую с художниками, с иллюстраторами, с комиксистами. И за символическую плату, там, 100, 200, 300, 500 рублей, там, в зависимости от уровня, известности художника, они рисуют скетчи. Вот. И мы любим общаться с художниками, да, коммуницировать с ними. Любим видеть, смотреть, что они создают, и участвовать в создании чего-то нового. Поэтому мы часто заказываем у них арты. Ну, как они вообще могут быть, как они могут выглядеть, да, эти арты? То есть это могут быть обычные скетчи. Допустим, вот пара скетчей. Это художник Black Griffith, он, по-моему, выпускал, да, арт-бук свой. Несколько. Несколько арт-буков. Это, я не помню, если честно, имя девушки, но она из творческого объединения «Серые будни Магл». Это Дмитрий Ос, Осарт, художник из Екатеринбурга, сейчас переехал в Питер. И вот как раз буквально месяц назад был фестиваль героев, и там можно было с ним как раз пообщаться, и была возможность заказать арт. Здесь сразу же хочется сделать рекламную паузу и сказать спасибо магазину «Охтокомикс» и Ивану, который нас пригласил на этот фестиваль. И бонусом для нас явилось то, что, правильно сказал Ярослав, обычно скетчи, которые вы видите, они стоят буквально там 200-300 рублей. Но вот на фестивале героев нам неимоверно повезло, несказанно повезло, и повезло бы вам, если бы вы были на этом фестивале. Так что отслеживайте вообще фестивали и мероприятия, которые делает «Охтокомикс», которые делаем мы. В общем, там художники рисовали совершенно бесплатно. И я знаю, что многие даже подходили и сказали, что серьезно бесплатно, прям совсем-совсем бесплатно. Я не говорю, да, бесплатно. И поэтому у вас была потрясающая возможность действительно бесплатно получить скетчи. Как вы видите, у Ярослава он один. Теперь посмотрите на масштабы моей жадности. Вот, необязательно можно нарисовать, скажем, то, что является кино-артом, да, можно даже было, скажем, своего любимого супергероя нарисовать. Вот у меня любимый супергерой – Чебурашка Ниндзя. И кто знает, может быть, лет через 10, 20, 30, 40, 50 создадут фильм про Чебурашку Ниндзя. И тогда это будет, друзья мои, самый настоящий ки-арт и самое настоящее, да, киноплакатное искусство. Но посмотрите, насколько по-разному, да, художники рисуют Чебурашку Ниндзя. И вот это вот все было сделано бесплатно. Видите, разными художниками. А потом, некоторые из этих художников, на самом деле, уже некоторые из этих художников довольно известны в определенных, там, комикс-кругах, среди 10 человек и бабушки. А кто-то уже прямо выстрелил и имеет паблики, там, по десятки тысяч. А кто-то, может быть, станет таким же известным, скажем, как Женя Яковлев. Да, вот этот маленький скетч был сделан, не знаю, там, в году, может быть, 2014-м. А сейчас Евгений Яковлев работает не только, в общем, с компанией Бабл и огромным количеством издательств комиксов. В общем, его имя все больше и больше появляется, его арты и на обложках комиксов, и на самом деле, и на киноплакатах, в том числе, и фестивалях. Почему мы, собственно, заказываем скетчи на фестивалях? Ну, во-первых, конечно же, поддержать художников, их творчество. Во-вторых, как Илья сказал, это определенное вложение средств в будущее, потому что художник растет, если он действительно этим занимается профессионально, он становится более известным, популярным, соответственно, и цены на его работы тоже растут. И поскольку мы, как галерея, занимаемся не только организацией мероприятий и выставок, но еще и участвуем в создании контента, да, то есть мы сами выступаем как студиографического дизайна, создаем плакаты для фильмов известных режиссеров, менее известных, начинающих и так далее, мы заинтересованы в новых художников разноплановых, с разным стилем и так далее. И вот работа вот с этими скетчами, да, это возможность посмотреть, что это за человек, как он, на одной ли он с тобой волне, понимает ли он, что ты хочешь, как бы, и так далее. Ну и вообще посмотреть, как будет нарисовано, это тоже достаточно интересно. А иногда из этих скетчей, вот как раз я знаю, что это получился Ярослав Борисович, иногда из этих скетчей рождается самый настоящий киноарт, который потом дорабатывается, и... Принесли во все тяжкие, я знаю, вот родилось все скетчи и превратилось, и... Еще нет, да, еще и лишнее. Ну... И, подожди, рассекай волны, да, да, нет, вот, 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 да, 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 да. То, что родилось все скетчи, а выросло, да. Да, вот, как раз хотел показать, даже на анонс, так сказать, поместил. Это московская художница Норд Каролина, девочка-комиксист, очень талантливая, она рисует в таком достаточно примитивистском, немножко раздолбайском стиле, но в этом как раз ее фишка, то есть она нашла себя в этом стиле, и это действительно круто. Вот, на московском Камиконе в 19-м году, на данный момент это был последний фестиваль, да, оффлайновый, так сказать, она была на аллее авторов, вот, я заказал пару скетчей, и из вот этого скетча у нас, она потом доработала, то есть его перерисовала полностью и сделала арт, вот, его, к сожалению, я не взял. Но его вы можете найти у нас в группе ВКонтакте, так что, да, все подписывайтесь и заходите в группу ВКонтакте и ищите этот арт уже. Помимо скетчей, помимо скетчей, у нас есть и вполне законченные себе арты. Вот эта художница Екатерина Беляева, мы с ней познакомились, по-моему, в году 15-м, наверное, еще когда участвовали в горах сейла в лофт-проекте «Этажи», и она там участвовала, продаловала свои работы. Я заметил, как бы, интересный стиль, приобрел работу, и вот потом мы с ней начали сотрудничать. К сожалению, недолго она вот создала для нас специально линча и в цифре его выпустила, и этот плакат является одним из самых наших популярных вообще, то есть его тираж достаточно быстро, по крайней мере, в 2004-м формате улетел, и все, как бы, его теперь нет в принципе в продаже. Но, к сожалению, контакт с этой художницей в один момент потерялся, то есть она удалилась там из контакта, телефон тоже не отличается. Я не знаю, что случилось, надеюсь, что просто решила, как бы, изменить свою жизнь, ничего страшного, но, тем не менее, к сожалению, вот такая история. Или, допустим, очень талантливый художник Александр Черепанов из Екатеринбурга, он сейчас, тоже мы с ним познакомились, по-моему, в 2014-м, в 2015-м году, сразу же заметили его стиль, его технику. Мы его привозили в 2015-м, по-моему, да, году на Epic Con, тогда он еще был Comic Con в Санкт-Петербург, делали его выставку, работал, как раз он привозил свои оригиналы, и вот мы несколько работ купили, вот эти две, и с Клинком Истудом, в Свете. Сейчас он работает, продолжает работать в области киноарта, иллюстрации и сотрудничает достаточно плотно с Кинопоиском. Вот если вы видели, читаете статьи на Кинопоиске, он часто их иллюстрирует про сериалы, про фильмы 80-90-х, вот это его работы. Что еще у нас еще из оригинальных артов можно показать? У художницы, которая сейчас уже издала, даже задумяюсь сказать, сколько вообще комикс-путеводителей по нашей стране, и стала очень известной и популярной, Варвара Леднева, это вот работы, когда у нее еще толком ничего не было издано. А сейчас она действительно уже нашумела не в одном городе нашей страны. Действительно очень талантливая художница. И вот мы будем показать логотипы, которые она сделала для фестиваля, в которых как раз участвовала у нас в Мурманске. Вот как коллекционер, как вы думаете, вот что в этих работах, скажем, не повышает, а снижает их стоимость, причем в разы, а может быть вообще напрочь? Снижает? Да. Это вот как раз по поводу того коллекционирования и того инвестиций и всего-всего. «Попробуй докажи, что это нарисовала Варвара Леднева». Потому что здесь на работах нет совершенно ни подписи, ни даты, ничего. И, соответственно, чтобы доказать, что это сделала Варвара Леднева, то есть это как бы знают я, знают Ярослав, знают еще там несколько человек, и сама Варвара, да, но по сути вот это вот. Поэтому, друзья мои, одна из вещей, на что стоит всегда обращать внимание, когда покупаете тиражную графику, и даже арты, когда вам рисует художник, всегда просите его поставить вам подпись. Если он не хочет поставить подпись на самой работе, то попросите, чтобы он поставил под собой сайт. Ну вот здесь вот, видите, вот здесь можно показать, что действительно Варвара Леднева интересовала. Ну что ж, переходим к наиболее, как бы, большого формата, так сказать, артам, которые, по сути, уже являются практически готовыми киноплакатами. Вот это вот один из первых, вообще, наших альтернативных киноплакатов, который был создан в 2014 году. Художник Даниил Яртин, здесь подпись присутствует. Это, ну, от Дани можно делать отдельную, мне кажется, лекцию. То есть, я даже не знаю, с чего начать. Это бывший главный дизайнер Эрарте. Да, в порядке, не знаю, мне кажется, то есть, 5-7 лет он работал в Эрарте главным дизайнером. Он выставлялся в Русском музее. Он колесил, я думаю, что сейчас бы колесил по Европе с выставками, если бы не пандемия. Очень крутой полокатист, постоянно участвует во всяких конкурсах международных, выигрывает призы. То есть, очень-очень классный художник. И у него недавно, кстати, была... Сейчас здесь ее продлили, ее продлили на месяц, да. Поэтому у вас есть возможность сходить вон на его выставку «Пушкинская 10». В галерее «Арт-лига», наверх с вами поднимаетесь на 5-й этаж, по-моему, или на 6-й. Вход с Лиговского проспекта, вот, «Пушкинская 10», выставка на 5-й этаж. Да, называется «Русской глуши». Совершенно бесплатно можно посетить эту выставку. Не пожалеете. Да, а эта работа создана тушью. То есть, черная, синяя тушь. Дальше, что я хотел бы показать. У нас хранится несколько артов талантливой художницы Оксаны Цветковой. Она создала несколько работ к нашему проекту, который мы делали в 2019 году, два года назад, к 20-летнему юбилею фестиваля StarCon. У нас был проект, который был посвящен фильмам, которые вышли, получается, только 20 лет назад, тоже в 99-м году. И были, соответственно, ровесниками StarCon. И одним из этих фильмов была «Догма». И Оксана нарисовала нам несколько артов к этому фильму. Вот сначала, вот этот арт она сделала, замечательный совершенно. Точнее, это даже можно сказать, киноплокат. Но параллельно она сказала, что я хотела бы сделать плокат не иллюстративный, а вот то, как я чувствую этот фильм. И вот она сделала вот такой вот талант. То есть, тут можно только интерпретировать, что это обозначает, но вот это создал один человек. А вот этот арт, он создан по нашему изначальному, как бы, по изначальной идее, по изначальному изкукизу, от которой мы изначально, как бы, отказались, немножко опасаясь, так сказать, за тематику. Но, тем не менее, мы потом решили все-таки его доделать. И вот три плоката по «Догме» от одного автора у нас в коллекции хранятся. Это вот самые, что у меня есть, оригиналы. И еще пара работ с самой цветковой. Лолите. Это, скорее, иллюстрация, наверное, книги, хотя, поскольку есть экранизация Стэнли Кибрика, можно назвать киноарта. А это она создавала к конкурсу киноевидения, который проводился в киностудии «Лендсфильм» господину оформителю. Очень талантливая художница. Какое-то время она жила в Петербурге, но буквально, не знаю, полгода назад переехала в Москву. Очень многие в Москву переезжают. Ну и вот Кода и творческая группа «Гараж» из Москвы, которые участвовали также в нашем фестивале, но наехали в «Артефакт». Кода прославилась за счет своих рисунков драконов в абсолютно разных вариациях, ситуациях и комиксах про драконов, конечно же. И вот как раз Кода и ее творческая группа «Гараж» они были почетными гостями нашего фестиваля «Артефакт». А этот плакат она сделала на полархоне в Нурманске. И как думаете, к какому фильму можете выбрать? Э-э-э-э, молодец. Правильно. Совершенно верно. К сожалению, как приз ты этот плакат не получаешь, но... Ну, может, что-нибудь придумаем. Ну что ж, Илья, расскажи про... Давай я пока это уберу. Расскажи про тиражную графику. Давайте немножко вводные. То есть я забыл дать определение вообще киноплаката, да, ой, киноарта. Что такое киноарт? Что мы вообще понимаем под киноартом? Это некий фан-арт, да, то есть фан-арт без пренебрежения. Фан-арт в широком смысле слова. Начиная там от скетчей, каких-то, не знаю, карикатур, заканчивая уже вот то, что мы показали самостоятельными артами, портретами, не знаю, там режиссеров, актеров и так далее. То есть это создано художником в качестве, ну, некого, не знаю, там, оммажа, любви к режиссеру, к фильму и так далее. Также киноарт может быть, может существовать в форме тиражной графики. Что такое тиражная графика или тиражное искусство? Это искусство, которое создается не в одном экземпляре, а выпускается определенным тиражом. Ну, вот, допустим, если взять гравюру, допустим, на дереве, создается матрица, и с матрицей можно отпечатать определенный тираж. В этом случае каждая из копий, если, естественно, она создана художником самим, либо под его наблюдением, под его контролем, каждая из копий, она мимируется, ставится номер экземпляра и номер тиража, и каждая из копий, из экземпляров является, по сути, оригиналом. То есть, в данном случае, в тиражном искусстве, грань между копией и оригиналом, она как бы стирается. То есть, копия не может существовать без оригинала, без матрицы, а матрица не может существовать без копий. И получается, что каждая копия, это, по сути, оригинал. Тиражная графика в нашей галерее представлена шелкографиями, резографиями и цифровыми пинтами. Илья, расскажи немножечко про что-нибудь из этого. Во-первых, передайте молодому человеку за правильный ответ. Я вижу, что у нас тут есть открытки, поэтому, наверное, будем все-таки задавать какие-то вопросы для гранатила и, соответственно, как призы давать. Согласен, да, я как раз для призов взял. Как раз как призы давать. Значит, ну вот, к примеру, если рассказать немножко о том, чем мы мечтали и до сих пор все еще мечтаем заниматься, это шелкография. Вот перед вами 1984. Это на самом деле киноплакат к фильму. Именно к фильму 1984. Но вы знаете, что фильм был основан на литературном произведении. И здесь, опять-таки, мне, как коллекционирую, хочется вам сказать, что очень часто, а тем более сейчас, в наше время, переклетено. И если вы приобретаете какой-то арт, скажем, книжный или киношный или игровой, то, скорее всего, так или иначе, будет по нему нарисован комикс. Там, не знаю, снята видеоигра, сделано кино, потом выпущен сериал, потом будут приквелы, сиквелы, спин-офф и так далее, и так далее, и так далее. В общем, короче, а потом пойдут ремейки. Так что вы не убежите, в общем, ни от литературы, ни от игр, ни от комиксов. Кто мне скажет, подожди, подожди, я как раз не стал вынимать. Кто мне скажет, сколько здесь цветов? Пока призем, кто не получит. Но все-таки вы можете ответить на вопрос. Сколько здесь цветов? Цветов? Три. Это правильно. Совершенно верно. А сколько... Теперь второй, более сложный вопрос. Сколько красок использовано здесь? При печати этой работы. Так. Три. Три. Так, неправильный ответ. Пять. Нет. Четыре. Нет. Две. Молодец. Вот тебе все-таки дадим открыточку. Нет, мне нужна открыточка. Ну что ж ты, наша, фирменная, настоящая. Две. А теперь кто мне скажет, какие краски использованы? Черная и красная. Белая и красная. Какое имя листа листа? Вот это самый правильный вопрос. А какой цвет листа? Значит, шелкография всегда печатается на довольно плотной бумаге. И на первый взгляд, да, вот, все-таки кажется, что логично, что бумага белого цвета, да, а на ней, соответственно, красный и черный цвет, а на самом деле нет, ребята. Вот здесь, вот, как вы видите, плотный красный картон, и на нем два цвета, белый и черный. Ну и здесь, вот, обычно на тиражной графике, в нижней, внизу, внизу работы, справа, слева, вы увидите цифры. Здесь вот написано 4 из 45, да, то есть это значит, что это четвертый экземпляр, а всего их существует 45. Но обычно, правда, еще существуют авторские принты, может быть, от одной до, там, 5-10, 5-10, или, может быть, даже чуть-чуть больше. Это в зависимости, на самом деле, от тиража. То есть, чем больше тираж, тем больше печатается авторских дисципляров, которые идут, собственно, либо полностью автору, либо часть остается у галереи. И они считаются, для коллекционеров, опять-таки, они считаются самым лакомимым кусочком. То есть, это самая дорогая вещь, это именно авторские экземпляры. Вот у нас есть такие. А здесь четвертый из 45. Многие, кстати говоря, еще гонятся за цифрами. То есть, кто-то хочет именно иметь первый, скажем, первый из 100, да, или сотый из 100. Или у кого-то любимая цифра, там, 7, 28, 42, да. Автостопом по галактике все читали? Посмотрели. 42, знаете, да? То есть, у кого-то цифра 42, в общем. И эти люди именно гоняются за комиксами, да, которые также сейчас у нас выпускают, лимитированными тиражами, и за артами, также за своими любимыми цифрами. Но какая бы ни была цифра, надо всегда помнить, что их всегда лимитированное количество. Продолжим. Расскажем про художника, одного из самых вообще, наверное, талантливых, ну, я не знаю, одного из самых талантливых в России авторов, которые занимаются именно созданием тиражной графики, киноплакатов, киноартов. Никита Каун, это питерский художник, самоучка, который сумел своим усердием, старанием и, ну, естественно, как бы определенной творческой натуре создать себе имя. И теперь у него заказчики в основном из-за рубежа. То есть он работает с Голливудом и с какими-то более мелкими киностудиями. С музыкантами известными, и вот мы вам покажем некоторые плакаты. И здесь, в России, скажем, в Питере, вы могли его видеть дизайны в метро, и на Невском проспекте он делал для футбольного клуба «Зенит». Так что Никита Каун, он и правда является, пожалуй, самым востребованным, самым известным художником, особенно киноплаката за рубежом. Его арты из России, да. Его арты практически знают все коллекционеры и любители кино. Ну, допустим, этот арт, который вы видите, это официальный мерч к концерту Red Hot Chili Peppers, который был в Луисвиле 16 мая 17-го года, то есть практически 4 года назад. Pixis. Да, в конце Pixis это тоже официальный мерч от своей группы, то есть сама группа, ну, я так понимаю, там турменеджер, PR-менеджер, связался с Никитой и попросил создать, так сказать, к конкретному концерту афишу этого концерта. Эта афиша была напечатана в технике Жекле, нет, а, нет, это шелкография, это шелкография, и здесь Жекле Red Hot Chili Peppers. Да, Жекле Red Hot Chili Peppers. Это качественная цифровая печать с определенной доработкой художником, ну, либо в данном случае, если присмотреться на эту работу, там есть выборочный лак, то есть такие плашки залитые. Эта шелкография, она печаталась, по-моему, если не ошибаюсь, в Австралии, то есть здесь 5 или 6 цветов, то есть по слоям нанесено. Это все авторские экземпляры, здесь, если присмотреться, как бы и подпись автора, и пронумеровано. Вот, то есть Никита Кауна, это прямо, его работает, можно сказать, одна из жемчужин нашей коллекции. Я, кстати, вот, раз мы начали говорить про Никиту Кауна, хотел бы показать еще его арты, которых у нас, ну, я бы сказал, как мне кажется, я как бы на 99% уверен, на все 100%, но в нашей галерее, пожалуй, самая полная коллекция его работы. Давай я буду тебе передавать, в холодильник, потом обратно заберем. У него есть и киноарты, и киноплакаты, это вот тоже официальный киноплакат к рейскринингу по второму показу Бразилии, тоже, по-моему, по второму показу Акиры, это галерея Spoke Art в, по-моему, в Лос-Анджелесе. Это тоже официальный киноплакат к второму прокату Космической Одиссее, по-моему, какой-то юбилей там несколько лет назад было, вы как раз показывали. Некоторые плакаты он печатает в разных вариациях, причем вариативный плакат, ну, допустим, вот этот оригинальный цвет, это вариантный цвет, они обычно ценятся у коллекционеров дороже, поскольку там меньше тираж вроде как, и, соответственно... А еще, если мы их перевернем, то, может быть, немножко удивитесь. Видите? Видите, цвет бумаги, да, вот такой вот марковный, и вот здесь вообще практически не увидит что-то в локации. А тут у нас, да, тоже, в принципе, цвет... Ну, я не знаю, это цвет или нет. И еще интересный момент, то, чего мы не принесли, но то, что вы видите, это, в принципе, малоформатные. Ну, не то, чтобы малоформатные, но не такого большого, какие у нас, скажем, есть еще работы. Потому что у нас есть работа и плакаты 100 на 70, и там действительно очень такой твердый, прям плотный-плотный картон, и что интересно, что они двусторонние. То есть эти плакаты, они двусторонние. Да, ну, вам только представить это, я могу описать. У нас есть два варианта плакатов к фильму «Сияние» по киргу Стэнли Кубрика. И они напечатаны с двух сторон. Как раз задняя сторона, там напечатан узор вот этого ковра знаменитого. Подожди, ты закладываешь, а я про последнее это хотел сказать. Если все предыдущие арты «Шилкографии» Никиты Кауна были созданы не нами, то вот это вот, это наша вторая, так сказать, «Шилкография», которую мы сделали сейчас, первую покажем. Но это первая «Шилкография» Никиты Кауна. Я надеюсь, что они последние, которые заказали, создали и выпустили именно мы. И именно в России. То есть, это первая, когда, по-моему, киноарт, кинофлакат Никита Кауна сделала именно для русских заказчиков. Да, да. Если говорить про первую нашу шилкографию, если она, она на самом деле небольшая, вот он, ума. Отлично. Это была шилкография питерского художника, а теперь татуировщика Андрея Строганова. Он начинал как раз таки с создания комиксов, с комик-арта, потом перешел на киноарт и кинофлакат. Очень один из самых продуктивных наших художников в свое время был. Но в какой-то момент, пару лет назад, он перешел в татуировку. И он делает очень стильно, у меня, к сожалению, нет его, так сказать, показать там визитку инстаграмную, но, наберите, Андрей Строганов, татуировка. Он делает, вдохновляется Японии, Японии популярной культурой. То есть очень круто. Эта фотография была напечатана на первом фестивале по Строганову. В 2017 году у нас даже сохранилось видео, как она печатается. И была выписана всего тиражом 40 экземпляров. 20 авторских экземпляров и 20 тиражных экземпляров. Это вот номер 3 из 20 авторских экземпляров. Тоже в один цвет белый на черном картоне. Ну и опять-таки у нас в группе ВКонтакте зайдите и посмотрите. У нас альбомы есть по художникам. Там, если вас интересует как раз-таки Андрей Строганов, то можете зайти и посмотреть его работу. Никита Крам, кстати, у нас есть. Да, есть. Никита Крам, конечно же, есть. Про Тима Дойла расскажешь. Тим Дойл. Это нам несказанно повезло. Когда мы летали в Штаты, в город Остин, штат Техас, в общем, мы прямо там связались по интернету с художником, еще даже не зная, какая это величина и насколько он известен. То есть просто вот написали ему по электронной почте или как-то так. И он говорит, да, ребята, без проблем, давайте встретимся с удовольствием. Не прошло и получаса, как мы зашли в комикс-магазин и увидели его работу, этого художника. Нифига себе. Потом мы зашли в другой магазин и снова увидели работу этого художника. И в конечном итоге мы встретились с этим человеком и мы попали к нему в студию, к нему в мастерскую. Потом мы узнали, что он оказывается являлся одним из основателей, одним из директоров легендарной студии Мондо, с которой мы как раз вот уберем пример и занимаемся шелкографией и тиражной графикой. И вот пообщавшись с ним, он нам на прощание подарил очень огромное количество, ну не огромное, но огромное. Порядка, не знаю, 30 работ мы там в двух тубусах еле упаковали. Возьми, покажи еще для сравнения. И это, конечно, просто мастер. Вот, вы можете посмотреть. Особенно это интересно, конечно, ну потом, может, подойдете поближе и посмотрите, насколько играют тоже цвета. Видите вообще, играют? Играет, не играет, да? Цвет. И то же самое происходит и с синим. Вот здесь вот. Просто потрясающе. Ну и это все выполнено в технике шелкография, о которой как раз расскажет вам сейчас Ярослав. То есть как же Тим Дойл все это делал? Как он делал? Создается под каждый цвет отдельный трафарет. То есть, допустим, сколько цветов, да, допустим, здесь у нас белый, это цветная магия, допустим, у нас есть, то есть черный и оранжевый. То есть, создаются два трафарета конкретно под вот эти изображения и под надписи и накладывается трафарет на запечатывание материал, в данном случае, бумага, и ракелем, специальный такой инструмент для нанесения краски, он размазывается по этому трафарету и краска проходит только сквозь места, где есть отперцы, и если цветов, например, 8 или 9, да, и ты вот так вот прогоняешь первый цвет, второй, смотришь, третий, четвертый, а потом, упс, не получилось, и приходится все заново, первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, упс, и самая первая, вторая, третья, четвертая, в общем, пока действительно не добьешься того, чего ты нацел. Так, а, кстати, когда мы говорили про Даня Яркина, забыли сказать, что у нас есть еще несколько его работ, как раз-таки в тиражной графике, у него пару лет назад был проект, который назывался, по-моему, Bone Sects, по-моему, или Bone Flowers, а, Bone Sects и Bone Flowers, то есть он взял, да, кости и совместил их с флорой и пауной, так сказать, это тоже здесь, если посмотрите, здесь прописан номер экземпляра, тираж, и это запечатано на какой-то эко-маге. Ну и снова напоминаем, Пушкинская 10, в общем, у вас еще есть возможность попасть на его выставку. Еще один художник, о котором хотелось бы сказать, который активно работает в области тиражной графики, это питерский автор Боб Гиддл. Его на самом деле зовут Никита, но он так себя именует. Он из тусовки музыкантов, вот, и у него очень много артов, плакатов, афиш, которые он создавал для различных мероприятий подпольных, полуподпольных, андеграундных, для музыкантов. Ну, этот плакат он создавал для группы Junkyard Storytellers, достаточно известная в своих кругах группа, они, по-моему, даже на вечернем утренке выступали. Александр Гордон сказал, что я вообще слушаю две группы, одну, не помню, какую назвал, а вот вторую, как раз, чем пьян. Вот, это для концерта в AirArt в 2018 году, здесь как раз свой подпись, много экземпляров. И хотелось бы еще несколько показать его работ. он любит экспериментировать с бумагой, с техниками печати. И в прошлом году, нет, не в прошлом году, в 2019 году, была его персональная выставка в Бергольд-центре, где он продемонстрировал все свои плакаты акиши-концертом за последние 10 лет, как он этим занимается. Вот, это как раз работает с той выставки, он нам любезно их предоставил. Пара обложек к E-new, по-моему, Junker и Pellas. Здесь у нас шелкографии. А вот это называется рисография. Ризография это похожая техника на шелкографию, только если шелкография по большей части делается вручную, то рисография есть специальные машины, аппараты, принтеры, которые называются рисографы. по смыслу очень близко с шелкографией. При печати создается матрица. Если вы печатаете в шелкографии, то это более длительный процесс. В рисографии это создается буквально прямо мгновенно и печатается тем цветом, который вставлен в настоящий момент в барабан. Но это рисография? Это рисография. Ты сказал, что один цвет рисография. Вот в этом и фишка. То есть один барабан это один цвет. Чтобы напечатать несколько цветов, нужно один лист прогнать через этот аппарат несколько раз, поменяв при этом барабан с цветом. То есть здесь 5-6 цветов. Печатают 25 экземпляров одним цветом, меняют барабан, прогоняют эти листы вторым цветом и так цвет один за другим накладывается. То есть в рисографии есть яркость цветов? В этом и пишу. две других рисографии, которые у нас есть, они как раз выглядят очень дешевыми. Рисография это один из самых дешевых способов печати, но в этом и весь смак и вся уличность присутствует, виксельность, разводность, совпадение немножечко рассинхрон между цветами. В этом есть своя определенная эстетика, атмосфера. Вот эти две работы создал тоже питерский автор. Мы особенно любим конечно же петербургских авторов, несмотря на то, что у нас есть из Ижевска, из Мурманска, из Москвы конечно же, из Челябинска авторы. Питер конечно же как минимум территориально ближе. Это Максим Опасов. Он тоже знаком с Боум Гидлом, они из одной музыкальной кусокки. И он создавал вот эти арты и сделал выкупили просто весь ирак, потому что это очень круто. Так же да, кстати, если у вас есть желание приобрести какие-то ризографии, вообще если что-то есть желание приобрести, можете обращаться. Кстати, переходя к тому, что как раз таки мы по большей части представляем на наших выставках, лекциях и в сети в интернете, это цифровые принты. Цифровые принты. Мы обещали в анонсе показать несколько принтов, которые уже закончили, пираж которых уже закончился, либо остались буквально несколько экземпляров и ценник, на который уже повысился. То есть у нас такая политика, чем ближе к концу тиража, тем ценник повышается. несколько артов. Хотел показать пару слов о художниках. Это Антон Ерома, конечно же, художник из Беларуси, его Интерстеллар, номер 48 из 50. Это у нас Сергей Меркулов из Воронежа, если не ошибаюсь. Арт по Blade Runner 23 из 25. Да, это как раз можете увидеть арт Александра Черепанова, который он делал цифры, которые мы печатали. И вот вы заметили, что на многие золотая наклеечка как раз мы стараемся маркировать как минимум для себя, чтобы видеть какие тиражи у нас заканчиваются. Ну и вот допустим арт Сергея Боевикова. Он изначально жил в Ижевске, а в Тюмени. Он у нас был художником из Перми, а потом оказалось, что не из Перми, а из Пензы. Сейчас он вообще в Москве. А 5 лет он для нас был художником из Перми. Мы всем говорили, что он художник из Перми. В каталоге мы написали художник из Перми, а он стеснялся и смущался и сказал, что он из Перми. Ну и пара артов. Андрей Строганов, его работа по криминальному чтиво. А вот это, друзья мои, скажите, кто это? Поднимите руку. Молодцы. Вот в Москве, если... А вот в Москве, если в Питере все знают, что это Бродский, в Москве нам задают вопрос, а кто это такой? А кто это такой? Да, вечное противостояние Москвы и Питера. Так, ну что ж, а, ну вот еще, кстати говоря, о Сергея Боевукове, это арт, тираж которого в маленьком формате уже вышел и это вот следующий формат, соответственно, следующий формат, да, парадмян, следующий тираж. Ну он, кстати, тоже подходит к концу буквально при экземплярах. Это Хайзенберг из Во все тяжкие и расскажи, Илья, про фишечки. Ну, одна из фишечек это то, что у него всегда вообще больше, чем кажется и когда мы немножко осветлили плакат, то мы увидели, что здесь оказывается есть фраза time to cook, вот, не буду произведять ваше знание английского языка, а затем он нам написал и говорит, ну как вам работа? Мы говорим, ну замечательно, как все твои работы, отлично, вам очень понравилось и нет. Ну вы заметили, ребята? Мы говорим, что заметили? Ну вы заметили, вы присмотрелись, вы как бы, представляете, не Ярослав, не я, мы не заметили, а он сюда засунул очень интересную пасхалочку периодическая таблица Менделеева, здесь есть один элемент, причем он еще с юмором таким, да, 47, АК 47, вот 47 элемент, видите, АК галерея, то есть он так вот удачно у нас сюда засунул, то есть такая пасхалка, прям было невероятно приятно и не знаю это или нет, но нас натолкнуло на мысль, а почему бы действительно не заказывать художникам и не просить их не только написать свое имя, но и засунуть в нашу галерею, АК. И вот если вы пройдете по этой выставке iHeart SPB, то на многих работах именно пасхалочками где-то явно, а где-то реально придется искать, вы увидите наш логотип, АК галерея. Ну и еще пара работ, о которых хотелось бы сказать, прежде чем мы закруглимся, это вот как раз работа с выставки, кстати, ее по-моему здесь нету, это нужно срочно исправлять. Да, это самая популярная, пожалуй, работа с выставки, да, и это один из последних экземпляров из пирожа 4-го формата. Андрей Македонец, пикапузский автор, художник, замечательный человек, у него недавно родился ребенок, он сегодня хотел очень прийти, но, к сожалению, семейные обстоятельства не позволили. Вот, это его работа. Называется она Шаверма. Шаверма... Она у нас идет с подписями время от времени, то есть в, скажем, экспликации, которые мы предоставляем к этой работе, там еще и диалог происходит, сходят между, кто у нас, Винсвега и... Винсвега и... Винсвега. Вот, между ними идет диалог, и они уже обсуждают не рояль с сыром, а они обсуждают нашу питерскую Шаверму. Да, как она называется? Ну, вы знаете, Шаверма в Москве, Шаверма в Твери, вот, а вообще так, Донор Кебаб, вообще, по-моему, да, в всем мире, да? Да, Донор Кебаб. Шаверма. Ну и здесь, друзья мои, если вы присмотритесь, потом подойдете, то также вы заметите ни одну пасхалочку и ни две. Здесь очень много деталей, которые отсылают вас к каким-то культурным отсылкам либо Санкт-Петербурга, как, например, чашечка, это логотип идеальной чашки, это первая сеть кофеен в Санкт-Петербурге. Или, вот, например, татуировка, да, как у Оксимирона, которые, я надеюсь, вы знаете, что означают эти четыре цифры 17.03, да? Кстати, говоря об Оксимироне, я вспомнил, что забыл рассказать еще про одного автора, это Глеб Гравюр Найт. Он сейчас отошел от иллюстрации, он какое-то время занимался технологичной одеждой, у него был проект Nameless, и журнал, по-моему, до сих пор продолжает в Москве издавать Tech Hunter, который посвящен технологичной одежде и технологиям в wearable technologies. носимой технологии. Вот, он в свое время, по-моему, в 14-м году, еще на самом деле, до того, как АК-галерея была создана или примерно параллельно, вот, он создал пару работ, вот, одна из них называется Ложец, это цифровая гравюра, то есть, он нарисовал такой средневековой гравюрной техники и потом вот, напечатал эту работу, по-моему, в 45-ти экземплярах, да, то есть, номер 15-й. Он хайпанул за счет того, что он нарисовал обложку, а, афишу для Оксимирона, который на тот момент Джим Горгород, по-моему, не выпустил, но уже был достаточно популярным артистом, рэпером, и после того, как он сделал эту афишу, Оксимирон у себя опубликовал ее со ссылки на Глеба, и все, как ему повалили, а у меня как раз был куплен тираж, ну там не весь, но часть этой гравюры, и вот он как бы ко мне перенаправлял людей, прям я видел, что каждый день, о, можно купить гравюру, можно купить гравюру, в общем, довольно забавно, как действительно имя во многом решает, привлекает внимание, и мы, кстати, это видим в работе нашей галереи. И это действительно так, вот сказать вам, вот этот вот такой мультяшный забавный рисунок, да, сделал, как видите, здесь, Порки 19. Кто-нибудь знает Порки? Проки, а не Порчи. Порки как-то. Порки. Правильно. Потому что не Поркопия, да, это Прокопий Улишов. Это вот человек, который сейчас работает в Союзмультфильме, с которым мы дружим и сотрудничаем, и буквально сегодня я видел, вот о нем уже написал и сделал там пост Esquire. Да, он буквально проснулся знаменитым одним утром, то есть вот вечером просто выложил арты, которые у него лежали в столе, вечером выложил там ВКонтакте или еще где-то, да, утром просыпается и вдруг один звонок, второй звонок, третий звонок, журналисты, журналисты, журналисты. В общем, и сейчас он становится все более и более известным, он, как я сказал, работает в Союзмультфильме, его работы, последние, это вот где Симпсоны в образе советских мультиплов прямо везде, везде. он за счет того, что он Игру Престолов, вы, наверное, видели, игра Союзмультфильма, да, игра мультфильма, да, то есть он персонажей из Игры Престолов перед последним сезоном опубликовал в образах Союзмультфильма и, по-моему, не только Союзмультфильма, в Союзмультфильме. И после этого ему все начали звонить, писать, он постановился знаменитым действительно, и после этого именно ему написали Союзмультфильма и пригласили туда работать. Вместо того, чтобы подать на него в суд, да, они его пригласили работать. В общем, и Прокопий просто молодец, и более того, он еще и организатор фестиваля в своем родном Сыктывкаре. Сыр Коми называется. Один, кстати, он забавную историю рассказал, что хотели, ну, как бы, в шутку изначально такое было такое предложение назвать, там же это Республика Коми, назвать фестиваль Коми-Кон. Там подумали, что могут быть проблемы. И назвали Сыр Кон, потому что Сыктывкар, насколько я знаю, до сыра сокращает. И еще один арт, о котором, наверное, последний на сегодня, о котором хотелось бы сказать. Ну, не последний, сейчас, это арт замечательной творческой группы, которая называется Иллюстория. по-моему, из Краснодара, сейчас живут в Петербурге, колесят по миру, катаются на сноубордах. Но в 19-м году, да, в 19-м году в Петербурге был единственный, ну, как бы, официальный Коми-Кон, который организовывали москвичи. вот, и был совместный конкурс ВКонтакте на лучшую афишу к этому, ну, как бы, альтернативную афишу к этому фестивалю. Победили ребята из Иллюстории. То есть, это работа на миссию? Оригинал Оригинал Это Победили, они заняли первое место, там, награды получили. И так совпало, что фестиваль Коми-Кон был в мой день рождения 17-го мая, и совершенно неожиданно они взяли и подарили мне именно этот арт на день рождения. Это было просто мега приятно. Им спасибо огромное. Этот арт висит над кроваткой моего сына. То есть, прям смотрю и всегда вспоминаю добрым словом. Спасибо, ребята. Ну, и раз Ярослав похвастался, то я тоже похвастаюсь. Вот этот вот арт был нарисован моей дочкой Софией, и тоже никогда не знаешь, что вырастет из детей, и вдруг станет богатой и знаменитой на весь мир, поэтому тоже арт, грубо говоря, ее с подписью, с творчеством существует. Так что не выбрасывайте, храните все то, что рисуется. Ну, и про Иллюстора хочется также сказать, что это не единственный арт, который у нас, Ярослава, да, и у нас есть. Вот еще арт, который нам подарили Иллюстор, это, видите, к репестологу. это вот, работу Ярослава, а это они подарили мне, в общем, когда увидели вдруг себя в новостях, что я Джорджу Мартину вручаю, от нас, от АК-галереи, вручал работы художников, и в их числе, именно вот в кадры попала работа Лены Гнитковой, да, именно вот эта вот работа, и вот этот оригинал, тоже, вот так вот они благодарность подарили. Так что заниматься коллекционированием, это на самом деле очень такое благодарное дело. Да, и вот как раз о чем еще хотел сказать, это о ценности того, ну, как бы, ценности самого коллекционирования, ценности вот этих вещей, и в чем она заключается. Ну, во-первых, это определенная статистическая ценность, да, то есть вы воспитываете свой вкус, вы его транслируете другим, то есть вывешивая, окружая себя искусством, да, которое вам нравится действительно, вы выражаете самих себя через него, и люди, которые приходят к вам, допустим, вам домой, к вам домой, либо в ваш офис, да, ваше место работы, они видят, что вы за человек, да, и вы показываете себя. Дальше, у этого всего есть этический момент, этическая ценность, потому что, покупая работы у авторов, либо у галерей, арт-дилеров, да, вы тем самым поддерживаете и художников, и сам вот этот творческий процесс, да, то есть только благодаря, поскольку мы существуем в рыночной экономике, да, мы не можем существовать без денег, да, момент финансовый, он имеет тоже немаловажные ценности, и, соответственно, многие спрашивают, да, чего, это сколько стоит, тысяча рублей, да, я пойду и напечатаю, как бы, ну, да, вы можете напечатать, скачать с интернета, но, во-первых, это не будет в таком качестве, которое мы можем предоставить, потому что исходники все-таки у нас и у художника, во-вторых, это определенный момент этический, то есть понимаете, то есть вы как бы берете мне свою работу, и художник за нее ничего не получает, вот, и еще момент, ценности, да, о ценности я начал говорить, тоже и о финансах, в том числе, о ценности, потому что художники растут, художники развиваются, они становятся более популярны, и то, что вы, не знаю, там, заказывали скетчи на фестивале за 100-200 рублей, через, сейчас уже, да, еще через 10 лет, если действительно художник продолжит развиваться, выставляться, они станут гораздо и гораздо дороже, ну, допустим, если найдется какой-нибудь там рисунок с Альвадора Дали, когда ему было 6 лет, сколько он будет сейчас стоить, многие-многие десятки, я думаю, тысяч долларов, евро, биткоинов, и так далее. И что говорится, Никита Каун, то есть, вот у нас есть несколько его плакатов, мы некоторыми указали вам здесь, которые большие, у Ярослава, скажем, есть драйв, у меня страх и ненависть в Лас-Вегасе, и вот Никита Каун сказал, что вы попридержите, говорит, эти плакаты, потому что сейчас вот они уже стоят порядка где-то 60-80 тысяч, и это то, что он нам сказал где-то года 2-3 назад, да, то есть, а уже 2-3 года прошло, то есть, сколько сейчас стоят эти плакаты, ну, даже, то есть, это может быть и сотни тысяч, очень много. Ну, я думаю, на этом мы закончим, поддерживайте художников, поддерживайте галереи, авторов, арт-дилеров, окружайте себя искусством, спасибо за то, что вы пришли, давайте похлопаем друг другу. С праздником вас! Ну, и я думаю, что мы можем либо ответить сейчас на ваши вопросы, либо вы можете подходить, задавать вопросы. Если есть вопросы, поднимите руку, если нет вопросов, тогда спасибо еще раз. Ну, спросите хоть что-нибудь. А, кстати, подождите, подождите, вопрос есть, подожди. Я не знаю, ни один миллион рублей. Ну, много, да, потому что у нас, помимо вот этого всего, у нас есть еще оригинальные киноплакаты, их тоже там несколько тысяч, среди них есть советские ценные, зарубежные, там, 80-90-х годов. Ну, короче, очень много, но это вопрос такой, это стоит-то это стоит, да кто же это купит. То есть, здесь нужно все-таки найти еще и покупателей, того, кому это нужно, и это вопрос не только денег, но и времени, и поиска, и ресурсов. А так, да, коллекция у нас. Да, я забыл про то, что у нас был конкурс репостов, поднимите, пожалуйста, руки, кто сделал репост этой лекции, один человек. Тогда вот вы можете выбрать из плаката любой. Ну что ж, на этом мы тогда закончим. Спасибо еще раз большое, что пришли. Спасибо вам. Спасибо.